Слава Украине! Привет всем от Полонского! Ребята, вот к вашему вниманию, как говорится, новости из Соединенных Штатов Америки. Правда, уже не совсем новости, а можно даже сказать старости, которые с позавчерашнего дня, пожалуй, фигурируют. Так вот, вслед за Трампом сенатор Линдсей Грэм, который, в общем-то, был в Украине, был в Буче, тут проливал крокодиловые слезы. Здесь республиканец, республиканец, как обычно, да, проливал крокодиловые слезы, рассказывал здесь в Киеве, как надо помогать Украине, бла-бла-бла и ко-ко-ко. Ну, то, что мы частенько слышим. Вернувшись в США и побеседовав с Трампом, Трамп, видимо, его там просветил, не знаю уж, каким образом и куда он ему светил, заявил, что Украине можно давать деньги, но в кредит. Да, 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 да. Вот, и там разные формы кредита и такое, и такое. Знаете, что он сейчас сказал? Что у нас очень много полезных ископаемых, и поэтому мы сможем рассчитаться. Нормально так, да? Хорошо, заявка такая хорошая на победу. Вот. Так я сейчас напомню Линдсию, Грэму и всем трамполизам, трамполюбам, что по Будапештскому меморандуму, на который США положили большой хвост, я скажу даже, ну, да, вы меня поняли, Украина потеряла 176 межконтинентальных баллистических ракет, 43 стратегических бомбардировщиков, 2156 ядерных боеголовок стратегического ракетного оружия, 4200 тактических ядерных боеголовок. А знаете, сколько это все вместе стоит? Это раз в 15 больше, чем вся вот эта вот американская военная помощь, которую они нам, так сказать, передали, которая де-факто, даже по словам Байдена, большей части осталась в США, потому что пошла американским врубникам сброи, которые пополняли американские запасы оружия взамен того оружия, которое американцы передали нам. То есть, если вы уже хотите переводить, как говорится, разговор в такое русло, по кредитам, то мы тогда вспоминаем о невыполнении Будапештского меморандума и попросим восполнить нам то, что вы у нас украли. Собственно, все очень просто, правильно я говорю? Правильно. Я могу говорить такие вещи, потому что я не являюсь государственным лицом, служащим, никаким. Это я выражаю свое мнение. Но вот скажите, разве я не прав? Да, мы возьмем кредит. Сразу же возьмем это все в кредит. Сразу после того, как вы с нами рассчитаетесь по вышеперечисленным мной моментам. И тогда все будет по чесноку и без претензий друг к другу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!